друзья привет всем сегодня у нас серия про флорестер хочется поскорее начать тюнинг из этой тачки сделать более молодежную более быструю и тюнинга на самом деле на нее просто дофигища как на предыдущие сг фаре сф на саш тоже очень много тюнинга но у нас серия сегодня техническая потому что тюнячь и тачку когда еще не пройдена обкатка когда еще техническая часть не очень хорошая но это понт знать это как губы накрасить бабе которая вся такая так что сначала сделаем технику потом будем уже тюнить вы когда покупали тачку и загонял на диагностику было выявлено ряд недочетов примерно до 120 до 130 тысяч рублей в предыдущей серии мы вложили примерно по 200 тысяч рублей вы куда мы вложили мы вложили в подкапотное пространство капиталка мотора ну да дэнчик горе-дрифтер по дрифтилу за один день уложил мотор все сделали все четко сейчас на обкаточки машина с ней все хорошо мне нравится как машина работает поменяли там гур в патрубке все масла все фильтра короче полностью за подкапотное пространство нас ушло практически 200 тысяч рублей мы там немножко протюнили но дело не про это а остальное там и ничего не трогали передняя стойка побрякивает тормозные диски юг полный когда нажимаешь на тормоз руль бьет ну и также машина у нас к это высокая как я сказал что хочется сделать более молодежную более такую продвинутую тачку и понятное дело что мы будем и диски менять на более спортивные а клиренс пацаны высокий да это форестер это лесник он создан для того чтобы по снегу наваливать по грязи и это далеко не пуза терка но в любом случае и чуть 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 пониже машину хочется сделать я уже подготовился и заранее купил чудо пружины так как мы будем сегодня менять стойки передние заодно и махнем пружины что касается занижения есть уже такой комплект пружин минус 30 минус 30 это слабенько но я так и хочу чтобы не сильно было чтобы она лежала на полу как не как это паркетник ну и чтобы вид был немножко получше и чтобы она хотя бы чуть 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 упала чтобы не у такой вот промежуток было хотя бы там может быть в 3 в 4 в пальца но не вот так вот так что поживем увидим конечно же мы направляемся на станцию subaru stars к сани кто нам ремонтировал специалисту которые люди занимаются чисто субарями они нам быстренько все чпоинг-чпоинг-чпоинге готовы и мы первая вторая и погнали радоваться жизни но пока не мере такой план так что погнали основные моменты я уже все рассказал что мы будем делать у нас сейчас как раз краш-тест проходит по неровной дороге ходовка немножко где-то пробивает это не где-то передняя стоечка скорее всего ну и также знаете когда купил тачку мелкие такие недочеты там соленоблок там тяга и ну такое по мелочи по мелочи по мелочи а набегает это как всегда в большую сумму но сейчас попробую где-то разогнаться и тормозится вот когда я торможу у меня руль кому ну так вот бьет и вызывает дискомфорт надо сделать чтобы тачка была в идеале вот буквально можно разогнаться километров 50 60 мы уже как всегда опаздываем вот руль отпускаю на камеры этого не видно да но вот так вот потихоньку но влево вправо это говорит о том что ну диском пришел крын дец так что сейчас будем все менять и знаешь золотой дождь а у меня сейчас был ввозовый дождь под этим под этим задан ты знаешь такие слова интернета на этом проехал не так так начало у нас получается надо посмотреть то что у нас по ходовочке мы с тобой все обсуждали момент ну вот можно показать в принципе у нас здесь есть списочек который первоначально мы обговаривали там и кажется правильнее будет достаточно будем что-то доставать из-за наверно заодно показывать состояние сразу же это дело менять просто у нас уже есть диагностический лист мы уже смотрели проверяли какие-то нюансы сейчас посмотрим даст неком там уровень массу надо ждать смотреть когда рамки машина конечно не проверял конечно я проверял один раз проверю один раз типа они должны быть чуть ниже ну вот получается у нас стандартная высота до арки от пола до арки 42 сантиметра ну и после установки данных пружин поверим я ну красиво красиво чё говорить еще хорошо что вот эти все запчасти которого большой список будем менять все ус они есть опять же ничего не покупался саня он оттуда вытащи да мне большой большой большую коробку да и будем устанавливать в двух словах это только малая часть наших запчастей сейчас диски вентилируемые приедут с колодочками с новыми но это по ходовке в этом саленда это все расходники резиночки которые прописали в тот раз получаются лимонки передних рычагов пыльники на привода тяга рулевая втулки стабилизатора цены блоки развальный втулка рулевого рейки и опоры передним меня передние пружины будут разбираться опоры уже с трещинками лучше поставить по сути какие-то позиции у меня были не такие уж и критично мы только видели там трещинки где-то мелкие но мы делаем так чтобы сделать да и туда больше не лазить ну да мы сейчас процессе разбора будем производить еще раз осмотр всех запчастей и дефектовать заново и если что-то добавится по сути это обычная мелочевка когда купил тачку обслужил ничего такого критического нету но стоечки кстати ты сами по стойке да мне говорил что можно сэкономить лайфхак да такой есть лайфхак да есть мы знаем амортизатора который подходит на данный автомобиль и стоит практически два раза дешевле они одинаковые получается амортизаторы тоже чтобы тоже subaru да тут они как сказать не subaru они будут фирмы kayaba то есть но они тоже с автомобиля subaru то есть устанавливаются без особых переделок и служит очень хорошо мне вот отправится подходит что саня еще и мани мани экономит моей что по сути то же самое два раза я а и и и и а и ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотри, вы как говорите, с кармашком. Примеряй. К сожалению, у нас в наших русских селениях не перевелись еще колхоз. Как работает. Заварили, треснутую опору. Ну, возможно, просто люди выходили из ситуации, как могли. Но так лучше не эксплуатировать, потому что прилегание амортизатора неполное происходит. В силу этого всякие стуки, бряки можно слышать. Ну, и, соответственно, дальнейшее разрушение, оно за сваркой пойдет. Ну, это ожидало, что что-то у нас будет в ходе работы. В принципе, смотри, и сам демпферный элемент уже тоже вышел из строя. Здесь большие трещины на резинке. То есть, ну, все. Опоры у нас в наличии, поэтому все в порядке. И сейчас поставим новые. Ну, и сразу по тормозам. Да, запчасти у нас прибавляются и прибавляются. Запчасти нам привезли. Их не было у Сани. По наличию он их продал, да, перед Новым Годом? Да, мы успели продать, так как планировали побольше тормоза ставить. Нет, на самом деле красиво, да, выглядит. По сравнению с тем, что у меня сейчас перфорированные, с рисочками. Прям, ммм, вай-вай. Как все любят, наверное, как я люблю. И новые тормозные колодки, соответственно, у нас диски, колодки. По передней части будет все новенькое. Ну, и стойки, да, нам привезли каябовские? Да, стойки каяба привезли. Ну, все, сейчас будем уже доставать пружины. Их уже достали, да, наверное? Да, да. Пойдем, сравним, посмотрим, ради интереса. Мне вот самое интересное, насколько она меньше будет, да? Хорошо, походи. Пошли. А задние стойки тоже подъедут? Нет. А что, они подъедут? Ну, что, все. Стоит. Должна подниматься. То есть стойки тоже закончились, из них просто газ вышел. Ну, значит, будем менять. Вот это вот, это тоже колхоз. А, вдруг уже чьи-то руки тоже побывали, да? Ну, да, то есть еще руками она выходит, вот так. Она сама должна. Прилипал его на бабки. Задние стойки мы не планировали, но что, если им крендык, то будем делать. А что касается пружин, ну, вот на стойке. Ну, практически на виток. Не сильно бывает, что когда там ставишь, ну, типа, меньше они там. Вот настолько бывает, там полтора витка, два витка. Тут всего лишь один виток. Нормально должно быть. Чуть-чуть, как я и хотел, будет тачка пониже. Пока у нас чинится тачка, я что-то немножко приуныл и заскучал и решил поработать своими руками. И мне на Новый год Дед Мороз сделал под елочку вот такой вот крутой подарок. Это удалить ржавчины КППС от Кюмского производственного предприятия «Созвездие». Раньше я уже пользовался данной продукцией. Он удаляет ржавчину, коррозию, с металла, с любого металла. Автомобиль, гараж, мото, велосипед. Ну, в общем, где есть ржавчина, где есть какие-то окислы. Паста отлично уже справляется. И у меня уже новая разработка «Оригинал». Теперь температурный режим пользования от минус 10 градусов до плюс 35. Это офигенно в нашу погоду. Ну, как-никак в Сибири у нас бывают мороза, и не у всех есть отапливаемый гараж. Так что минус 10 градусов – это нормальную тему они придумали. Паста вот имеет такой гелеобразный вид. Ее легко намазывать на горизонтальную, на вертикальную поверхность. Она не стекает. Сейчас будем тестировать. У нас еще есть ржавчина вот такая вот на тормозном диске. И эта паста способствует образованию защитного состава. Так что мы обработаем, избавимся уже от этой ржавчины. Плюс все защитим. Ну, а сверху, я думаю, дунуть баллончиком уже наверняка черненьким, красивым. Ну, чтобы все было по красоте. Так что нам понадобится паста. Кисточка, с чем мы будем это наносить. И нам понадобится вот такая зубная щетка. Возможно, вы подумаете, что я буду чистить зубы. Но нет, она ведь и металлическая. Не стесняемся, проходим быстренько. Где видим, такие самые жесткие очаги коррозии. Щеточкой потерли. Ну и сейчас будем наносить пасту. Наносить пасту мы будем согласно инструкции. Наносим слой пасты с помощью кисти на обрабатываемую поверхность. Оставляем на поверхности до 30 минут, но не более. При необходимости наносим повторно. Остатки пасты удаляем с помощью влажной ветоши. Прошло полчаса, и вот такой офигительный результат получился. Доносим финишный лакокрасочный материал в соответствии с инструкцией по применению производителя ЛКП. Паста, как всегда, показала себя с лучшей стороны, чтобы ее приобрести, порадовать близкого человека, либо поддержать отечественного производителя. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите и покупайте. Чтобы вы понимали масштаб происходящего, заехали мы сюда в 10 утра. Сейчас уже 8.21 вечера, стемнело, и у нас капец это все затянулось. Мы рассчитывали на одно, и как бывает с тачками, одно начинаешь смотреть, и оказывается, что тоже не очень хорошо. Одна задняя стойка была потекшая, уже еле работала. Пришлось, конечно же, пару менять, получается, все стойки в круг. Плюс у нас множество по ходовке мы вам чего не показывали. Это там всякие сайлентблоки, рычажки, пыльники. Ну, короче, дофига, дофига всего. Погнали смотреть, уже машина на новых стойках, на новых пружинах. И интересно, как получится само занижение. Надеюсь, что четко, не сильно высоко и не сильно низко. Что касается запчастей, ну, если там с деньгами проблемы, а у тебя Субарь, можете просто в Субару Старс приезжать. Ну, тут вообще нормально можно подзатариться. Вот мои тормозные дисочки, которые были с выработкой. Возможно, вы скажете, что они еще жирные, хорошие. Ну, бьет уже, точить их смысла нету. Ну, а куда их девать? Только вот сюда, в утиль. Также мои стойки, вот типа, блатные. Здесь лежат рычажки. Ну, в общем, комплект весь. Тут даже радиаторы чьи-то валяются. Так что, сейчас будем опускать тачку и смотреть то, что у нас получилось. Примерно то же самое, да? Нет. Дерек вообще характерно упал. Давай, поднимаем. А вот ты привил, ходи. Вот, вот и за напал, да? Ну, примерно так, как и делать, по-моему, оптимальные варианты, не низкие. Сколько у нас было? Было 40, сейчас 40. 40, ну, он еще подсядет. 2 сантима получается. Ну, как раз, и перед померить. Рильз 9, как раз на 3. Четко. Ну, да, что и не больше, что есть, здесь можно не цеплять ничего. И красиво. Сейчас подзатянем все оставшиеся там рычажки и поедем на сход-развал. Потому что все сбилось, и надо колесики настроить ровно и прямо. Саня, ты нам работать пойдешь? Да, вот, думаю. Так что думаешь? Решать надо. Смотри, какие условия. Хорошие. Сон час. Тройное питание, печеньки, чай, кофе, ништячки всякие, подогреваем. Сань, ты мне говорил, что у тебя запчасти, да, есть доставка для пациентов? Да, есть, можем отправлять транспортные компания, SD, угловые линии, то есть все транспортные рядом. Как бы оригинал, дубль, вообще вопрос. Кто хочет, пацаны, также сэкономить на каких-то запчастях, так же, как и со стойками. Саня мне подобрал не от Air Forest, а от SH, а то же самое, да, но в два раза дешевле, да, получается. И какие-то запчасти, возможно, там вас проконсультируют. Ну, если вам нужны запчасти, ссылочка будет в описании. Звоните, пишите, ребятам, спрашивайте, что, почем, и покупайте. Саня отправит, вы как в транспортной компании? Да. Ну, мы, короче, все сделали, сейчас там прайсик нам распечатывается, как всегда, деньги туда, тачка сюда и в разбег. По сути, все у нас получилось хорошо, что запланировано, сделано. И следующий этап, это уже сход-развал и тюнинг автомобиля. Что-то пошло не так. Гарантия закончилась. Гарантия закончилась, открывай даже. Не успели, Ольга. Свет горел? Да нет, да, ничего. Короче, ребят, вышел вот такой вот списочек раз. Как всегда, на одном листике у нас ничего не поместилось. Списочек два. И по сумме у нас вышло 80 тысяч рублей ровно. Было бы чуть-чуть дороже, но Саня делает хорошую скидку. И вот 80 тысяч рублей за сегодня мы потратили. Но зато тачка теперь уже в хорошем. Даже, я бы сказал, был в отличном состоянии. Не сдал. Не сдал. Все, с вами было приятно иметь дело. Мы еще скоро встретимся. Да. Ну и Саня сказал, мне надо по качкарям немножко поездить. И задняя часть автомобиля, она немножко просядет. Всегда, да, так на Фореста? Ну да, у них первичная установка новых амортизаторов плюс пружина. Она чуть-чуть высота, как говорится, большевата. Поездишь деньок-два, она подсядет, встанет все на место, будет классно. И нюансики у нас еще остались. Там ремешок надо подтянуть, потому что, когда мы новый ставили, не до конца, да, с него не надо сильно. Мы не стали создавать избыточное натяжение, для того, чтобы не угробить подшипники. Лучше его потом подтянуть, отрегулировать, и все будет хорошо. Но это уже не на камеру, пацаны. Кто хочет ремонтироваться, кто хочет покупать запчасти, я думаю, вы знаете, куда ехать. Ну а мы тут, по сути, такое основное сделали. Дальше будет чисто уже тюнинг на канале, доработки, турбиночки, охлаждение и всякое такое. Все, всем пока, мы погнали. Пока. Сейчас путь держу, у нас хоть развал. Я думал, тачка будет намного жестче, но прямо управлять ей комфортно. Конечно, она стала пожестче, нежели была. Но есть такая посадочка, занижение, что ездить невозможно. А тут, в принципе, ничего не пробивает. Вид у нас хороший у машины. Ну и управляемость, мне кажется, намного стала лучше. Жалко, что по-прежнему нельзя гонять на этой тачке. Иногда прям хочется нажать педальку, чтобы турбина прям придавила. Но у меня не только сейчас обкатка, но еще и резко тормозить нельзя. Саня сказал, потихоньку, помаленьку тормоза прожимать, чтобы диски, колодки тоже притерлись без резких движений. Так что резко газовать нельзя, резко тормозить нельзя. А что можно? Зачем я купил Форестер? Ну да ладно, это временные все трудности, проблемы. Как обкаточку пройдем, тормоза притрутся и просто... Еду я на станцию Татачи. Давненько уже не было у них в гостях. Раньше я часто заезжал, постоянно что-то ковырялись тут, делали. У них хороший стенд, сход развала. Так что загоняем, все это дело выставляем, чтобы было все чутенько. Ну все, братцы, сход развал сделал, колеса стоят прямо минус 1400 рублей за эту операцию. Я немножко покатался, как Саня говорил, что задняя часть немножко приопустится. Да, вон приопустился, тачка стала еще симпатичнее. Я думаю, если я покатаюсь там 2 недели, месяц, она еще немножко усядет. Ну в общем, вид просто бомбезный. Хоть и дорога не самая идеальная, немножко накривая, но машина едет ровно, руль стоит прямо. Ну меня все устраивает, все нравится. Ну и по сути техническая часть у нас закончена официально. Конечно, любят большинство смотреть, что она визуально, как меняется машина, как она прокачивается внешне. По технике, возможно, будем какие-то моменты дорабатывать, но они уже такие будут несущественные. Самое основное, самое такое масштабное мы с тачкой сделали. Да, не дешево, потому что в мотор практически там вышло по 200 тысяч. И здесь больше 80 тысяч рублей на все ушло. Ну а машина, напомню, за сколько я ее купил? 780, что ли, забылось, естественно. В общем, тачкой доволен. Обкатку проходим. Ну а дальше будем делать ее и красивее, и мощнее. Хоть машина немножко грязная, но вот так вот она сейчас выглядит кайфово. Друзья, на этом все. Спасибо за поддержку, спасибо за ваши комментарии. Ну и, конечно, не забывайте ставить пальчик вверх. Тюнинга на эту тачку очень много, и у меня уже есть план, как она внешне изменится. Сейчас у нас там такой, ну, лет на 40 машина, владелец. Ну а будет лет на 25, наверное. Много ништяков, много тюнинга. Так что всего вас ждет, много чего интересного. Подписывайтесь на канал, продолжайте смотреть. Ну а с вами был, как всегда, Абрам. До скорых встреч. Всем пока.